Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы там сможем найти одну такую, очень приятную для нас вещь, информацию. Извините, я окно закрою тут, чтобы шума не было. Отбьем Библию. Что сказано в Библии? И сказал Господь, от всякого древа вкушай, но не вкушай от древа познания добра и зла, ибо тут же смертью умрешь. И вкушил Адам от древа познания добра и зла и прожил бы почти тысячу лет. А змей сказал ему, нет, не умрешь. Но знают боги, боги, не бог, а боги, что в тот момент, когда ты вкушаешь от древа познания добра и зла, станешь как боги, знающим добро и зло. И вкушил Адам от древа познания добра и зла, и сказал Господь, вот вкушил Адам от древа познания добра и зла и стал как один из нас. Библейский Бог признал, что Адам стал как один из богов. И убоялся Господь, дабы не простер Адам руки своей, и древу жизни не стал жить вечно, значит, мог. И изгнал его из рая, потому что боялся, что Адам сможет стать всезнающим и бессмертным богом. А ухода в рай поставил огненный меч, вращающийся, и Архангела Михаила, дабы навечно закрыть путь человека к древу жизни. Библейский Бог признал, что Адам, вкушив от древа познания добра и жизни, стал как один из богов, знающий добро и зло. И также библейский Бог признал, что Адам мог усечь еще от древа жизни и стал жить вечно. То бишь, он стал бы всезнающим, бессмертным богом. Вот, пожалуйста, вот Библия. Там все это написано, можете почитать. Бытие, первые части. То бишь, за человеком, даже в библейских текстах, признается право, возможности и способности к бессмертии. Если мы возьмем все мифологии, мифы древности, то что мы там увидим? Вот, например, берем греческую мифологию. И в греческой мифологии параллельно, рядом с друг другом, живут смертные люди и бессмертные титаны. То бишь, на Земле существовало две популяции. Одна смертная, другая бессмертная. И они были во взаимодействии. И бессмертные титаны помогали смертным людям на пути духовного продвижения, на пути развития. Экслепи лечил людей от страха перед богами, за что был низвернут стартар богами теми же. Прометей подвел людям огонь, из-за этого тоже был наказан богами, которые не хотели давать людям ни знаний, ни способностей. Они хотели, чтобы люди вечно продевали в состоянии смеха. Если мы возьмем Илеаду, то в Илеаде сказано, что много богов из людей на Олимпе. И многие герои, которые совершили великие поступки на Земле по греческой мифологии, они уходили на Олимп и становились бессмертными. То бишь, греческая мифология и Библия, и греческая мифология оставляет за человеком возможность и право достижения бессмертия. Когда римскому императору принесли девять книг Севиллу, это были такие пророчицы древности, и когда он прочитал эти книги, он пришел в ужас. Потому что там было написано, что бог Уран был князем земным, бог Зевс был князем земным. Потому что они все были людьми. Они были людьми, но не совершили нечто на Земле, и были обожествлены, и стали бессмертными. Если мы берем нашу гиперборейскую традицию, то что мы там видим? Греческие авторы пишут о том, что гиперборейцы жили столько, сколько хотели, и умирали по доброй воле от пресыщения жизнью. То бишь, они были практически бессмертны, но они, если хотели, не могли уйти из жизни. Но только после того, как они пресыщались этой жизнью. Берем Махабхарату. Жил да был царь Яяти. Прожил две с половиной тысячи лет и не насытился жизнью. И обратился к своим сыновьям, чтобы кто-нибудь из сыновей уступил ему хотя бы лет пятьсот еще, чтобы он еще пожил. Мы проживаем, блядь, пятьдесят, уже устаем. Эти товарищи жили тысячи лет, в общем-то, им было мало. Дальше берем древние шумеры. И что мы там читаем на этих глиняных табличках? О том, что один из царей шумер правил шумерами сто тысяч лет, а другой семьдесят пять тысяч лет. И так далее. То бишь, вся земная традиция, мифологическая, религиозная, говорит о том, что, во-первых, на Земле существует две группы разумных существ, то бишь, мир смертных и мир бессмертных. И в свое время они очень активно пересекались. И люди, они спокойно могли созерцать бессмертных богов. По Махабхарате боги — это души людей, достигшие высокого, но непредельного духовного развития. Или просто люди, достигшие высокого, но непредельного духовного развития. Риши, космические учителя — это, опять же, люди, достигшие предельного духовного развития в рамках этой галактики, в рамках нашего мира, нашей Земли. В Махабхарате описывается момент гибели галактики. Гибнут звезды, гибнут планеты, гибнут боги, гибнут люди, гибнут демоны. И только Риши Маркандея идет над всем этим гибнущим миром и созерцает его со стороны. Умирает Вселенная, но Риши остается живым, потому что Он сам Вселенная, потому что Он ей равен. Боги в рамках нашего мира — это люди, достигшие бессмертия в рамках этого мира. И чтобы им достигнуть окончательного бессмертия, им нужно стать всезнающими и всемогущими богами, достигшими предельного духовного развития в рамках этого мира. И тогда, в силу того, что они равны этому миру, они неуничтожаемы, они непоглощаемы. Даже когда мир гибнет, они остаются. Так пишут веды. И я разделяю эту точку зрения. То бишь, мифология, религии, сказания говорят о том, что бессмертие когда-то было возможно, когда-то было частью этой жизни, этого мира, но в какой-то момент оно было утрачено. Что говорит современная наука о человеке и о сроках его жизни? Всё чаще и чаще мы слышим или читаем о том, что человек живёт незаслуженно мало. биохимики утверждают, что организм человека рассчитан по меньшей мере на тысячу лет жизни. и они не понимают, почему человек так быстро сам себя изнашивает. Эдгар Кейси говорил о том, что люди будущего, причём ближайшего будущего, будут жить от 800 лет, а некоторые смогут стать даже и бессмертными, если вступят в братство путешественников во времени. Пророки древности, пророки современности, наука современная, религии, мифы, говорят все одно и то же. О том, что те сроки жизни, которые мы сейчас имеем, они ничтожно малы. О том, что человек может жить тысячи лет, а может быть даже стать бессмертным. Когда я изучал, я этим занимаюсь почти всю свою жизнь, мегалитические сооружения, я понял, что их можно использовать только в одном случае, если ты живёшь по меньшей мере тысячу лет. Только в этом смысле все эти мегалитические сооружения, они бетают смысл и значение. Как говорится, сказка «Ложда в ней намёк», ну, сказка сказки, но в Таисии в Едической Индии утверждается, что и сейчас на Земле живут бессмертные. «Они живут рядом с нами». Об этом писал Питер Кайлдер в своих книгах о возрождении, он с ними встречался. Об этом многие говорили, что и сейчас на Земле параллельно с нами существует популяция людей, богов, людей бессмертных. Но мы с ними как-то не пересекаемся. И считается, что эти бессмертные люди, они, с одной стороны, могут жить в каком-то отдельном земном анклаве, до которого невозможно добраться обычному человеку. Они умеют ставить защиту, и человек, который просто не может проникнуть. Так же они могут жить среди нас, среди людей, помогая нам, какие были времена, найти путь к бессмертию. И если задуматься и честно себе ответить на вопрос о самой сокровенной мечте человечества, это не мечта о золоте, бриллианте, о власти. Это мечта о бессмертии. Никто не хочет умирать. Кроме очень уставших от жизни людей. И они хотят умирать только потому, что они устали от болезней, от боли. они хотят жить, они любят жизнь. Но они не могут просто жить так, как они живут. И, в принципе, такой красной нитью, через все духовные искания человечества проходит мысль одна и та же. Это жажда обретения бессмертия. в силу того, что нам очень упростили жизнь, бессмертия мы начинаем искать тоже очень упрощенно. Мы ищем или пилюлю бессмертия, или какой-то особый состав, чтобы постоянно обновляться. Я как-то в молодые годы, но совсем еще юные годы, смотрел один спектакль, и он в моей голове отпечатался на всю жизнь. Хотя мне было тогда лет 12-13. Он назывался «Средство Макрополос». Некая дама, она получила от кого-то это средство, и раз в 50 лет она его выпивала, я моложе у нас. И она жила лет 300 или 400 уже. И на ее глазах уходили старились ее друзья, ее любовники, ее мужья. Они были когда-то сильными, красивыми. И все они старели и умирали. И она устала это видеть. Она жила в мире смертных. Она обладала способностью к бессмертию не индивидуально, а с помощью средств. Но она не понимала, что с ним делать. Бессмертие не дается просто так. Просто для того, чтобы жить бесконечно на земле и жить бесконечно долго, бессмертие не нужно. Бессмертие необходимо только тогда, когда у человека возникает смысл жизни, как у человека, для воплощения которого требуется вечность. Просто так. Живи, дорогой. Кушай, шашлык, пей вино вечно. Такого не бывает. Так вот, эта мечта, она была человеком всегда мечта о бессмертии. И когда-то люди владели этим. И об этом говорит вся мифологическая, религиозная, духовная, традиция человеческая. Об этом говорят многие ученые этой возможности. или это не есть что-то невозможное бессмертие. Просто нужно понять один простой вопрос. Зачем оно тебе? Что ты будешь с ним делать, с этим бессмертием? Проблема тут в чем? Люди утратили смысл своего человеческого существования. Они где-то интуитивно помнят, где-то интуитивно знают о том, что когда-то они были бессмертными. Они хотят вернуть себе это состояние, но они не понимают зачем. И вот в этом плане в ведах есть определенный вопрос и определенный ответ. На вопрос о смысле жизни человека ведает человек как? Сказано, что у Бога есть два образа, проявленный и непроявленный. у непроявленного образа Бога опора пространства, а у проявленного образа Бога опора пищи. И нужно жертвовать, совершать жертвоприношение проявленному образу Бога. И ежели этого не делать, проявленный образ Бога умрет. и ежели мы начинаем понимать смысл жизни человека как условие вообще существования этого мира, как условие существования проявленного образа Бога, то тогда эта миссия, это честное предназначение действительно может сделать его бессмертным, потому что от него зависит жизнь и смерть проявленного образа Бога. Если человек прекращает совершать огненное жертвоприношение, Бог умрет. А Христос что сказал? Я пришел остановить огненное жертвоприношение. Об этом сказал Лао Дзи. Об этом сказал Будда. Все это были лунные пророки, лунные мессии, которые видели счастье человеческое в посмертном существовании, в царстве небесном, в нирване, в пустоте, но не здесь. Если будет остановлено огненное жертвоприношение, наш мир умрет. И в течение последних тысячелетий мир к этому вели. О чем мечтают все авраамидские культы, все секты, связанные с авраамидом? о конце света. Поэтому они так и настроены всегда были против огненного жертвоприношения и уничтожили все жертвенники на всей земле. ведь я мир гибели, наш мир. Так вот, что получается? Ежели у человека появляются глобальные космические смыслы, если от него в нашей галактике, в нашей что-то зависит, и зависит само ее существование, и у нее есть механизмы, есть способы, есть методика поддержания этого мира, то он нужен этому миру, он нужен вселенной, он нужен Богу. И он будет жить, если не вечен, то очень долго. Меня всегда оставило в некий тупик, эта система. Родился, научился какать, много писать, научился ходить, говорить. Лет двадцати ты что-то из себя представляешь. Лет тридцать ты что-то более-менее активное. Что творишь, что-то пишешь, что-то создаешь. Потом начинается медленное угасание, опять приобщаешься в ребенке, снова рожаешься ребенком, опять учишься писать, какать, на горшок. Огромное количество времени уходит на то, чтобы стать человеком, на то, чтобы держить как-то на земле стариком, неактивным, старым ребенком. Только небольшая часть этого времени остается человеку для того, чтобы что-то понять и чем-то стать. Этого времени катастрофически мало. мы как рыба, как тонущий, выпрыгиваем из воды, делаем глубокий воздух и опять туда попадаем. И снова выпрыгиваем, снова в воздух, а опять туда падаем бездну. Вот есть наша земля. Мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Вот и есть такая поговорка, если бы молодая знала, если бы старая смогла. И по идее вообще-то человек, он родившись, должен накапливать, накапливать опыт, умения, навык, если все более совершенным. Но для этого требуется много времени. И для этого требуется, чтобы у него был глобальный галактический смысл. В давние времена люди считали, что во всем равно присутствует Бог, что я и Бог одно. И была такая формула, есть Бог в образе человека. я есть Бог в образе человека. И в этом же образе и я, Юрий Гомана, в образе человека, я Бог. И Алексей Орлов тоже самое. И все люди, все существа, обитающие на этой земле, это Бог в том или ином образе. Эвельсов книги сказано, что наши Боги суть образы. Да, Боги образы. Образы единого болезненного начала с разными функциями, с разными задачами. И мы тоже все образы Бога, единого Бога. И когда так люди считали, то они и по-другому осмыслили свое предназначение в этом мире. А потом пришли какие-то существа. И в какой-то момент начался взор астризма. Мир стали делить. В астризме впервые возникает разделение единого мира на добро и зло. Как описывается то, каким образом заратушки пришли эти знания. Он купался в речке, вышел, а у колодечки его ждали шесть каких-то существ человекоподобных. Но это были боги какие-то. И эти боги дали ему это знание про истинного бога Ахура Мазду и ложного злобного бога Анграмани. И в этот момент что произошло? если мы раньше считали что все что у нас есть это бог разных образов, что мир един и поэтому мы к речке обращались как к божеству, и к дереву, и к травинке, мы почитали медведя как образ бога и так далее. Нас в давние времена не просто окружал бог повсюду, и мы во всех проявлениях видели бога, но он был и внутри нас, и мы это понимали. Человек понимал, я бог в образе человека. А потом бога разделили единого бога и сказали, что нет, ребята, не все, бог. Есть хороший бог, есть плохой бог, и вы выбираете или с богом хорошим, или с богом плохим. И тогда мы за все хорошее против всего плохого. Максимально в Лоше есть такие строчки. Я напишу завет мой справедливость, и враг в расчет пощады больше нет. Во имя чего мы все время друг друга убиваем? Во имя справедливости, чтобы ей хорошо жилось. потому что каждый понимаешь появлялся по-своему. Мы ненавидим друг друга вот с того времени, когда мы вдруг стали понимать мир не как единое целое, не как полнокровное оплощение бытия, во всех мельчайших бытия. стали делить мир на добро и зло, на хорошее и плохое. Вересовой книге сказано, и бьются здесь белбог чернобогом, дабы не был повержен тот бог свинтовит. Это созидательный конфликт во имя поддержания единого бога. Там же сказано, все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Примудрость великая. Свинтовит, он же Венес, он же Сварог, он же Перун и так далее. Вот. Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. А нам его расторгли. И нам создали врага. И нам сказали все время, вот, смотри, это слуги дьявола. Их нужно уничтожить. И началась эта борьба. И что случилось с нами? Бессмертие человек обретает только в том случае, ежели он воспринимает мир, весь мир, как проявление единого бога. И себя, как тоже его проявление. вот. Ну и, так сказать, вдруг происходит такое разделение, человек утрачивает целостность. Он отрезает от себя половину мира. И в этот момент он утрачивает потенциальную возможность бессмертия. Христос сказал, я и Бог одно. Он сказал правильно, но его не очень правильно поняли. Или он сам не понял того, что сказал. но формула я и Бог одно, я и Отец одно. Это ведическая формула. Ведок сказано, что джива атман равен пара атману, а пара атман джива атману. Бог равен человеку, а человек Богу. Знаете, на Земле существует всего лишь навсего две мысли. Их больше нету, этих мыслей. Это определяет все наше развитие, развитие всего человечества. Одна мысль «Все есть Бог, и тут возникает ведизм и все его проявления. И другая есть Бог, есть дьявол. И тут возникает семейский религиозный центр. В религиовине считается, что есть арийский духовный центр и семейский. Арийский духовный центр утверждает, что все есть Бог, асемитский, что есть Бог, есть дьявол. И уже дальше, опираясь на эти две взаимо исключающие мысли, начинает двигаться человечество, создавая книги, произведения. Помните, в Голливуде принцип всех голливудских фильмов. Хорошие парни плохие парни, и хорошие парни ведут плохих парней. Все. Но в том-то и дело, в том-то и проблема, что когда ум человека расторгнут, и он утрачивает осознание из целостности этого мира, вся его жизнь превращается в вечный бой, и покой ему закоснится. Враг будет постоянно возникать. Он уже без врага не сможет жить. Он будет его искать, потому что его мышление расколото, раздроблено, расторгнуто. и в таком состоянии человек не сможет обрести бессмертие. Когда человек говорит, я есть Бог в образе человека, он осознает то, что в сокровенной глубине его уши пребывает единое твое начало, и оно бессмертное. И когда он начинает отреживать себя с этим единым войсным началом, он тоже будет это бессмертие. Если же он отреживает себя счастью мира, но не совсем миром, он утрачивает огромное количество сил, энергии и возможностей, он становится неполным, он становится нецелостным, он становится обрезанным. Евреи говорят так, раввин вернее, что мир сотворен ради обряда обрезания. Если бы не было обряда обрезания, то незачем было бы миру быть. Это цитата. Крестьян упрекали ранних крестьян, почему, мол, вы не совершаете обрезания. Это есть момент в Евангелии. И христиане отвечали, мы исповедуем обрезание сердца и ушей. Но не в букальном смысле совершенно, а иносказательном. И что это значит? Обрезание ушей слышат только то, что положено и не больше. Обрезание сердца. Любить только тех, кто во Христе. А вообще остальные любви не достоинят. И вот таким способом, способом обрезания или на физическом, или на ментальном уровне, или на духовном уровне, шаг за шагом в течение тысячелетий человека лишали силы. некогда бессмертный бог земли, человек в какой-то момент стал смертным. Но он считал, что он сын бога. Это уже было понижение в штате семьи. Он не был богом уже. он уже был сыном бога. А потом он стал рабом божиим. А потом он стал винтиком болтиком социалистического строительства. А сейчас на западе мощное такое движение, утверждающее, что все мы клоны инопланетяне. Клон гейт. И сейчас в Англии уже или создана или создается искусственная матка. Чтобы рождать роботов на земле. Не богов роботов. Чтобы не отливать людей от важных нужных дел в бизнесе. Создается такая услуга. Пришли, накапали искусственную матку там, чего надо и ушли. пришли через 9 месяцев и получили игрушку для человека. какой-то момент был не так давно. Я проводил ритуал определенный. я не буду рассказывать деталей. Ритуал шестидневный в день зимнего солнцестояния ритуал жертвопоношения нашим богам. Шестидневный. И я никогда не думал обе смерти. Более того, я был готов умереть и я сказал сыну запомни, я должен упокоиться на костей. Не в крематории, не на кладбище, а на костей. И придет мой смертный час. период зимнего солнцестояния это состояние абсолютного нуля, когда цикл года закончен и человечество стоит на пороге получения нового импульса к развитию. И когда мы изучаем разные народные представления древних, мы там находим такой странный мотив, что каждый раз в это время люди задавались вопросом, а будет ли следующий год? Наступит ли он? Почему возникла традиция празднования наступления нового года? Потому что это наступление нового витка жизни. Праздник говорящий о том, что космос дал нам энергию, дал нам информацию, дал нам пункт на год. И смысл ритуала был в том, что нужно было подняться по спиралям в определенное пространство межгалактическое и оттуда привести энергию на Землю. И когда ты туда выходишь, тебя сканируют межгалактические силы. И по любому существу, которое выходит, просто высовывается, так сказать, на межгалактический уровень, они могут просканировать проблемы нашего мира. И вот когда я вышел и провел ритуал, начиная с самой верхней точки до Земли, результатом этого ритуала была информация о том, как нас обманули, о том, что мы все потенциально бессмертны, но в силу того, что мы утратили знание себе, мы утратили бессмертны. И как это было сделано с человеком, конкретно с человеком? С одной стороны, его отделили от Бога, сказав ему, внедрив в его сознание, что Бог одно и другое. И это уже очень сильно ограничило возможности силы человеком. А потом мы внедрили в его сознание идею о душе и теле. О том, что душа бессмертна, а тело смертное. И что самое главное сохранить душу. А тело-то фиг с этим телом. он является тюрьмою, он является обузой, его нужно истязать, от него нужно отказываться. И главное, чтобы душа ушла к Богу. И вот тут-то и таилась главная подстава. Дело в чем? Дело в том, что Бог воплощается в разных образах. Изначально воплощается в образе поля. Потом воплощается в образе вещества. потом он воплощается в образе живого вещества. А потом в форме уже животного мира, живого мира, в котором мы живем. И вот эти четыре первых тела души наработаны именно в состояниях примитивных примитивных форм существования материи. Пребывая в состоянии поля, вещества, живого, вещества, животного, мы наработали четыре бессмертных тела. тела. И когда мы воплотились в образе человека, мы получили еще задание сделать бессмертными задачу или смысл жизненного значения тела, остальные четыре тела, у человека восемь тел, у человека четыре тела души бессмертных и четыре тела смертных, это ментальное тело, тело мыслей, тело знания, это астральное тело эмоций, это эфирное тело энергии, тело слова и физическое. И смысл жизни человека как человека получался в том, чтобы завершить путь к бессмертию, который начал он в образе начала поля, потом камня, живого вещества, потом животного какого-то. Он прошёл этот этап, он сделал бессмертными четыре тела и, став человеком, он должен сделать бессмертным ещё четыре тела. Ментальное тело, тело мыслей, тело знания, оно может стать бессмертным, приобретением истинного знания. Астральное тело может обрести бессмертие после постижения истинной любви. Эфирное тело может обрести бессмертие после обретения истинного слова. физическое после обретения истинного деяния. Я не буду расшифровывать все эти вещи, это очень долго. Сейчас я веду курс лекции на эту тему еженедельно по себе информация на сайте об этом есть, там я подробно рассказываю как это все сделать. И вот после этого ритуала когда я понял как нас обманули мне было так стыдно за нас, за людей и за себя. До слез было стыдно. Как нас всех облапошили. Как нас всех обманули. И в этой жизни мы стремимся сохранить бессмертно то, что и так бессмертно. И отказываемся от того, что мы должны сделать бессмертным. Мы свободно отказываемся от этих четырех тел ради бессмертия и так бессмертной души. когда это все понял, я за одну ночь написал поэму «Душа и тело». И после второго ритуала, который я делал на весеннее равноденчестве, он делался таким же образом, я получил методологию, которая способствует если не бессмертию, то хотя бы активному долголетию. И сейчас мы ее осваиваем с нашими ребятами. И результаты есть. Не буду уточнять какие. то есть смотрите, когда-то на земле рядом друг с другом жили смертные и бессмертные. Смысл жизни смертных людей был в обретении достижения бессмертия. Они видели перед собой образец. Они видели бессмертных богов, они с ними общались. И боги не скрывали своих лидеров от людей. Бессмертие для людей не была фигура речи. Они видели, что это возможно на опыте более высоких представителей рода человеческого, которые были с ними в постоянном контакте. Вот их учили этому. И у человека главный смысл его жизни — это обретение общего бессмертия. он должен обрести бессмертие ментального, астрального, эфирного и физических тем. тогда он станет бессмертным. Перед ним откроются другие смыслы, которые сейчас ему неведомы, да и не нужны. Наши предки владели этим знанием. мифы о гиперборейсах и исторические свидетельства о них же говорят о том, что наши предки знали секрет бессмертия. сейчас наступает новое время. Когда-то Землю посетили какие-то существа, которые очень успешно избили код развития человечества. Они его перенаправили. мы говорим, что истина одна. Но правильно говорим? И когда-то на Земле был единый путь, символ которого была двойная спираль, которая сверху является обозначением сверху двойной спирали ДНК. Если опять возьмем ту же самую Библию, мы там найдем очень интересный фрагмент о строительстве Вавиловской башни. есть есть много изданий Библии, есть издания академической академии наук, Российская академия наук. Это буквальный перевод, неполиткорректность коронавируса. И там описывается эта сцена, когда люди строят эту Вавилонскую башню, которую недавно нашли, она действительно существовала и существует. И она имеет форму спирали, закручивающейся по салону. И сказал Господь, вот построят они башню и не будет им препятствий ни в чем, чтобы они не задумали. Давайте спустимся и помешаем им. И опять же, давайте спустимся. Помните вначале я говорил о том, Адам сказал, как боги знающие добро и зло. Говорят, что Библия о единобожии, а там боги. И они говорят, давайте спустимся, помешаем им. И они спустились, смешали языки, разделили людей, и люди перестали друг друга понимать. И это нужно понимать буквально. Это было. это не нет. И вот смотрите, существует истинное знание, и оно одно. Что мы имеем сейчас на земле? Мы имеем сотни тысяч сект и в христианстве, исламе, в и и и и и и и и везде этих сект немерено, и каждая из них утверждает, что она одна владеет истиной, и все друг друга ненавидят. вот так люди увели от истинного знания, смешав все, все перепутав, дав каждому крохи от истинного знания и при этом непомерную гордыню, его подталкивают утверждать, что он один владеет истины. На пути к истинному знанию сейчас выстроена огромная банда зазывал каждый из которых предлагает тебе свой продукт. И, как правило, он гнилой и тухлый, но люди ловятся на этом, потому что не знают другого. Далее истинная любовь. Истинная любовь, она не делит, она все принимает и объединяет. Но у нас же как получилось? Мы любим только тех, кто с нами и ненавидим тех, кто против нас. Мы не способны любить. И это активно поддерживается. людей осознанно стравливает, чтобы увести их от истинной любви. Огромное количество сект, оно работает на то, чтобы люди не смогли объединиться в любви и приятии. дали истинное слово. Это то слово, которое выражает без искажения знаниями. но что было сделано с нашим русским словом? До крещения у нас было 64 буквы, насколько я помню. После крещения их стало 44. после революции их стало 33. В 90-х годах через Думу пытались притянуть закон о том, чтобы у нас было 26 букв. не более, как в английском языке. А потом бы и довели до 22, как в иудаизме, как в иврите, точнее. Каждая буква — это энергия. Прозрача ту или иную комбинацию звука в букв, слов, мы в этот момент прокачиваемся этой энергией. чем меньше энергии, чем меньше слов, то есть чем меньше букв в алфавите, тем меньшему объему энергии может прикоснуться человек. Язык, русский язык, сознательно и продуманно уничтожается. в школу пытались протянуть современных авторов, которые пишут свои романы с отборным матом. Это дети должны были изучать в школе. То есть что мы видим? С помощью огромного предложения всевозможных якобы духовных учений людей уводят от истинного знания. С помощью этих же учений людей стравливают, убивая любовь на земле. Обрезают язык, делая его невыразительным и тупым, закачивая в нашу русскую речку огромное количество всяких англицизмов, германизмов и рульхизмов. И далее истинное деяние. Истинное деяние это исполнение предназначения человеческого. Это его миссия. Сказано в Ведах, что человек рождается должником. Он должен совершать священные ритуалы, он должен вести умеенный образ жизни, и он должен оставить потомство. Вот пример истинного деяния. Это не все, конечно. Вот пример истинного деяния. Нас вырвали из религии и превратили просто в рабочее быдло, которое обслуживает чьи-то финансовый интерес. нас учат чрезмерному потреблению, нас учат жрать, жрать, жрать всякую гадость. И нас пытаются убедить, что не нужно разжечь, что дети это обуза. и втягивают нас во все эти поганые игры с однополными браками и однополными отношениями. Когда знаешь то, о чем и говорим, понимаешь, что все эти действия, идущие с запада, они не случайны. Это продуманная программа уничтожения человека, и дуни человека, а Бога в образе человека. всеми силами на протяжении последних тысячелетий человека уводили от осознания его подлинной сущности. В ведах задается такой вопрос, что такое знал Бог, благодаря чему Он стал Богом. и ответ. Он понял, что Он Бог и стал таким. Он узнал себя. И бессмертие наше украли тем способом, который сокрыл от нас наше подлинное предназначение нашу подлинную сущность. Нам помогли забыть о том, кто мы. Славяне считали себя детьми богов. Это высоко, но это уже понижение. До них наши более древние предки считали себя богами земли. с вытекающими отсюда обязанностями и способностями. и с осознанием своей миссии предназначения. Поэтому они жили долго. Столько, сколько хотели. Причем в активном творческом состоянии. путь возвращения себе и своего предназначения и бессмертия лежит через воспоминания о своей подлинной божественной сущности. Христос сказал «Я и Тебя с Одного». Он правильно сказал. Это приложимо к каждому человеку. Брахман узнал себя и стал Богом. Он узнал в себе Бога. Христос очень бессмертие. Понимал его немножко не так, как понимаем его мы. Мы хотим бессмертия на земле. Мы хотим бессмертия в чрезвычайном теле. все время много лет занимаюсь йогой. Где-то с 24 лет я стал заниматься. Изучая всевозможные религи духовные учения. Я обратил внимание, что все они учат смерти. Никто не учит жизни. Все они учат отказу от человеческого тела. Отказывают от жизни. Христианство это Царство Небесное. В йоге это самадхи бессемни, то есть уход без возможности воплощения. В буддизме это нирвана и так далее. И тогда я задался вопросом, неужели так Бог глуп был, создал меня только для того, чтобы я стал отрицать самого себя и свое тело. Я от него отказался. Создание такого явления, как человек, это колоссальная совершенно работа. Человек это явление совершенно невероятной сложности по исполнению. Если он то просто так мы плодили для того, чтобы описать вот это чудо, чудо человеческого тела. Я не думаю, что первичный замысел был именно вы. Я уверен, что это не так. И вот тогда я задумался о не желе найти на земле такой способ жизни, чтобы умирать не хотелось. чтобы жить вечно на этой земле, хранить ее, любить ее, оберегать ее. Как-то мы делали ритуал приношения земле, я увидел то, что мы с ней сделали. Я не очень впечатлительный человек и умею управлять своими эмоциями. Я рыдал. Я лежал на земле и просил у нее прощения за нашу и за мою человечество глупость, которую давно среди преступлений. Задача человечества, который является разумом земли, активным разумом, заключается в одном. Хранить этот мир. Хранить и развивать его. А мы его уничтожаем. Но последнее время что-то изменилось с землей и в земле. И когда мы делали тот же улетал в прошлом году и испытал состояние глубочайшего счастья. Я был счастлив. Я почувствовал, что земля выздоровляет. Что ей лучше. Земля на потенциально бессмертие. Человек является богом в образе земли, области планеты. Как человек является богом в образе человека. Мы едины с землей. мы сотраем с нею одно тело. Если мы служим здоровью, силе и процветанию нашей планеты, то мы и получаем от нее дар бессмертие. Не даже не дар а как результат наших действий. Если мы ее убиваем, то мы будем убить и сэм. И может быть полностью. человек продолжает бессмертие, он должен понять. Бессмертие обретается на пути служения миру. просто так его не будет никогда. Осознал свое предназначение человеческое безназначение и исполняя это предназначение человечества, человек станет бессмертным. для этого он должен уйти из представления о том, что мир разделен на добро и зло на Бога и дьявола. Мир единый. И я тоже. Это непростой путь, это долгий путь. А может долгий не знаю. Мы разные, у каждого свои сроки достижения, результатов. Кто-то быстрее работает, кто-то медленнее. Но нам всем нужно возвращаться самим в себе. Нам нужно узнать в себе Бога. Когда мы это сделаем, произойдет глубочайшее преображение и осознание свое место передачи. чего я всем желаю. За всем я пока прекращаю, завершаю лекцию свою. То, что хотел сказать, я сказал. Если есть вопросы, я готов их выпустить. готова они выпустить. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересную лекцию. Давай мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, чтобы чуть-чуть мозги наших радиослушателей и зрителей канала YouTube пришли в порядок. И после этого через 200 небольших минутки вернемся в студию и уже начнем зачитывать вопросы, которые появились в чате Народнославянского радио и в чате канала YouTube. Народнославянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.